МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вольво XC90 – уникальный автомобиль. Он выпускается аж с 2002 года. И до сих пор у легендарного 90-ка есть свои поклонники, которые поменяли несколько автомобилей подряд. И другой машины для себя просто не мыслят. Так в чем же секрет такой популярности? В дизайне, в комфорте, а может, в надежности? Детройтский автосалон 2002 года ознаменовала премьера нового полноприводного автомобиля от шведского производителя. Этим автомобилем стал Вольво XC90. В основе внедорожника лежит та же платформа, на которой построен седан Вольво С80. Машина была впущена в серийное производство в 2003 году, через год после премьеры на североамериканском автосалоне. Линейка двигателей XC90 первых годов выпуска состояла из пятицилиндрового бензинового двигателя с турбонагнетателем объемом 2,5 литра и мощностью 210 лошадиных сил, а также шестицилиндрового турбомотора объемом 2,9 и мощностью 272 лошадиные силы. Дизель был представлен силовым агрегатом 2,4-163 лошади. Первый рестайлинг модели Вольво XC90 был проведен компанией в 2006 году. В том же году увеличил свою мощность турбодизель до 185 лошадиных сил и перестал устанавливаться бензиновый 2,9. На смену ему пришел атмосферник 3,2 литра мощностью 234 лошадиные силы, а также появился флагманский В8 4,4 литра 315 лошадиных сил. На XC90 2012 модельного года мощность турбодизеля составила уже 200 лошадиных сил. В 2012 году Вольво представила следующую, третью генерацию, осуществив очередной рестайлинг, приуроченный к юбилею модели. У разных моторов Вольво разный тип привода газораспределительного механизма. Например, у турбомоторов 2,5 литра и 2,9 он ременной, и срок замены раз в 120 тысяч, либо раз в 5 лет. А вот у атмосферника 3,2 он цепной, и ресурс его практически не ограничен. На самых первых автомобилях 2003-2005 годов выпуска, как, например, наша машина, основные проблемы были связаны с электронными блоками управления. Например, выходил из строя блок управления вентилятором, и двигатель мог перегреться из-за того, что вентилятор попросту не срабатывал. Новый блок стоит около 25 тысяч рублей и продается только в сборе с вентилятором. Но зато на разборке, поискав, вы можете найти его отдельно за 10 тысяч. Катушки зажигания у машин с самыми популярными двигателями 2,5 литра горели, особенно в жару. Также мог выйти из строя термостат. Слабое место турбомоторов – это часто сама турбина. Но не в случае «Вольво». Турбонагнетатель редко выходит из строя. Необходимость в его ремонте возникает в основном на машинах до рестайлинга. Старые моторы на пробеге более 160 начнут у вас подъедать масло. Причем основательно. Порядка 300 грамм на тысячу километров пробега. А виной всему, скорее всего, маслосъемные колпачки. Отдать за замену придется от 5 до 25 тысяч рублей, в зависимости от того, где купите запчасти и какой сервис выберете. Мотор 3.2 по праву считается абсолютно беспроблемным силовым агрегатом. Правда, поначалу пара проблем у него все же была. Первое – это утечка масла из-за недоработанного маслоотделителя системы вентиляции картера. А также слабоваты были соединения между трубками системы охлаждения, из-за чего генератор заливал антифризом. Дизели тоже очень надежны. Кстати, многие мастера в подержанном варианте рекомендуют именно обратить внимание на дизельные XC90. Форсунки ходят долго – 150-200 тысяч километров пробега, а стоят где-то по 5 тысяч. На машинах до 2005 года выпуска бензонасосы часто выходили из строя. Причем проблема не в самом бензонасосе, а в блоке его управления. На машинах старше 5 лет, скорее всего, выйдет из строя радиатор. Новый обойдется в 18 тысяч рублей. Если же поищите не оригинал, то обойдетесь в 8 тысяч рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С двигателями 2,5 литра устанавливалась 5-ступенчатая автоматика. Автоматическая коробка передач «Эйсин», которая после 2005 года была заменена на 6-ступенчатую той же фирмы. Эта же коробка применялась на дизельном XC90 с двигателем 3,2 литра. Японская «Эйсин» неплохо справляется со своими задачами и лучше уживается с двигателем 2,5 литра. С более мощным 2,9 использовалась автоматическая коробка «Дженерал Моторс». Механику на вторичном рынке вообще не встретишь. Хотя и она ставилась на эти машины в Европе, и в теории единичные такие экземпляры могли доехать и до нас. Автомат у нашего автомобиля очень не любит пробуксовок и перегрева. Особенно это касается экземпляров первых годов выпуска, так как дальше был установлен дополнительный радиатор для охлаждения масла в коробке. Иногда подтекает масло из подсальников привода. Причина – износ посадочного места подшипников дифференциала. Коробка наиболее часто выходит из строя на машинах 2003-2005 годов выпуска. Причина – износ фрикционов, перегрев гидроблока. Благо, эти коробки ремонтопригодны. Правда, ремонт, как всегда, недешев – порядка 100 тысяч. Полный привод у нашего автомобиля подключается посредством муфты «Халдекс». Обязательно нужно помнить, что муфта, так же, как и коробка передач, не любит пробуксовок. В механической части муфты есть насос. Нередкий случай, когда этот насос у автомобилей первых годов выпуска не выхаживал из 100 тысяч километров, а стоимость его от 15 до 20 тысяч рублей. Управляет подключением муфты электронный блок. К сожалению, его ресурс тоже не сильно больше ресурса жизненасоса, то есть порядка 100 тысяч, а происходит его выход из строя из-за того, что насос расположен непосредственно под нищем. Я не раз слышала о ситуациях, когда этот электронный блок, в силу его дороговизны и редкости, воровали с автомобилей, стоящих прямо на улице. Если блок у вас украли, то придется раскошелиться на 70-80 тысяч рублей. А вот если он просто вышел из строя, то 15-20 тысяч. Субтитры сделал DimaTorzok Подвеска у XC90 очень крепкая. Если эксплуатировать авто без экстремальных нагрузок, до 100 тысяч не должно быть никаких проблем. Подвести могут только стойки стабилизатора, да и то не раньше, чем тысячах на 80. В районе 150 тысяч километров могут потребовать замены наружные шрусы. В оригинале они идут вместе с валом и стоят порядка 30 тысяч рублей. Неоригинальные можно приобрести за 15, но также допускается замена отдельно гранаты, и тогда это обойдется порядка 5 тысяч. Задние амортизаторы у XC90 не простые, а золотые. А золотые они чуть ли не в прямом смысле, так как за пару стоят 45 тысяч рублей. У них есть уникальная функция. Они поддерживают постоянный дорожный просвет вне зависимости от загруженности автомобиля. Задние ступичные подшипники выхаживают порядка 100 тысяч километров пробега. Вместе со ступицей подшипник стоит порядка 10 тысяч рублей. Передние понадежнее, они ходят чуть более 150 тысяч. Передние амортизаторы живут долго, порядка 100-150 тысяч километров. Один амортизатор стоит 5 тысяч рублей. А вот втулки стабилизатора поперечной устойчивости меняются, к сожалению, только вместе со стабилизатором. Рулевая рейка могла проявлять себя стуками на машинах двух-трехлетнего возраста, но, опять же, речь идет о первых экземплярах. Сейчас рейка в порядке и ходит достаточно долго. Если же потребуется ее ремонт, то это 9-12 тысяч рублей. Восстановленная рейка порядка 20 тысяч. В качестве лакокрасочного покрытия на Volvo XC90 избежавших ДТП претензий не возникает. А о появлении очагов коррозии даже не идет и речи. Кроме блоков подключения полного привода, воришки часто покушаются на передние фары и зеркала бокового обзора. Стоимость зеркала около 12-16 тысяч рублей. Стоимость фары 44-50 тысяч рублей за одну штуку. Подержанную фару можно найти за 7-12 тысяч. В 2003 году во время проведения краш-теста Евро-НСЕП Volvo XC90 был отмечен как один из самых безопасных автомобилей. При фронтальном ударе 18 баллов из 18 возможных, при боковом 14 баллов из 16. На тот момент получается, что нагрузки на манекен, который выступал пассажиром в XC90, были наименьшими за всю историю краш-тестов Евро-НСЕП. Вольво XC90 автомобиль не очень угоняемый. Однако же иногда все-таки эти машины от своих хозяев уезжают. В основном на запчасти. Десятилетнюю XC90 можно купить и за 450 тысяч рублей. Но вы должны понимать, что делая такую покупку, в запасе у вас должно быть чуть ли не половина этой суммы. Машины первых годов выпуска в принципе более проблемные, чем пострестайлинговые. С ними может произойти, особенно сейчас, после стольких лет, все что угодно, начиная от сбоев электроники и до больших проблем с основными агрегатами. Множество таких автомобилей приехало к нам из Европы и Америки. Нельзя сказать, что это не лучшие варианты, просто историю их отследить очень непросто. Наилучшим вариантом будет покупка дилерской машины с прозрачной историей и с подтвержденным пробегом. XC90 последних годов выпуска – это один из самых надежных автомобилей на рынке. Если вы хотите дизельную машину, покупайте. Это прекрасный силовой агрегат. Если же хотите бензиновую, то предпочтите с атмосферным мотором 3.2. Субтитры подогнал «Симон»!